Первая мировая война Труппа революционеров захватила власть, изменив судьбу всего человечества Грядущие поколения будут помнить только об Октябрьской революции Но до нее состоялась еще одна, февральская Она могла даровать России иное будущее Люди сами творят историю, но предвидеть ее они не способны 1917. Один год, две революции Почти три года Европу сотрясала Великая война На Восточном фронте Российская империя сражалась с Германией и Австро-Венгрией Вражеские силы истребили немало русских войск Погибли сотни тысяч человек Императорская армия, издавна считавшаяся непобедимой, показала слабость Ей не хватало боеприпасов и техники Союзники в Лондоне и Париже сомневались, что Россия способна выстоять в таких условиях Новости из российской столицы, пришедшие однажды утром, только усилили беспокойство Петроград, 19 февраля Последние дни очереди в пекарне кажутся бесконечными Муки не хватает Люди жалуются Женщины дрожат на холоде Дети теряют сознание С начала войны Клод Анне, корреспондент газеты «Лепти Парезьен» Описывал происходящее в царской столице Французский журналист не знал, что эти тревожные события были предвестниками величайшего переворота 20 века Казалось, еще вчера иностранные наблюдатели называли Российскую империю неуязвимым исполином И надежным союзником С 14-миллионной армией Пока Европа охватывала война, династия Романовых, прибывавшая в власти уже три века, виделась символом абсолютной непоколебимости Сила и стабильность привлекали инвесторов Ежедневный приток капитала позволял строить один завод за другим Всего за несколько лет Россия вошла в современность Однако промышленный рост скрывал истинное положение дел Несмотря на колоссальные объемы сельскохозяйственной продукции, крестьяне страдали После отмены многовекового крепостного права крестьян ждали лишь грязь, нищета, холера и тяжелый труд Николай II, император всероссийский, являлся правителем 160 миллионов подданных Его единственная уступка современным веяниям – создание Государственной Думы Собрание видных граждан, фактически не имевших веса перед лицом безграничной власти Николая Царь лишил страну политической жизни Народные восстания подавлялись самым жестоким образом Воля императора была законной В начале 1917 года противники режима продолжали борьбу из-за рубежа Лейбе Давидович Бронштейн, известный под псевдонимом Лев Троцкий, бежал из Сибири Его выслали из нескольких европейских стран за пацифистские убеждения И вскоре он обустроился в США Оттуда Троцкий неустанно призывал к объединению мирового пролетариата Владимир Ильич Ульянов, взявший псевдоним Ленин, нашел убежище в Швейцарии Всемирно известный последователь марксистской философии сражался с самодержавием уже 30 лет Он посвятил свою жизнь единственной цели – идее и страсти – революции Но история начнет меняться именно в столице империи, в нынешнем Санкт-Петербурге Два мира, расположенных по обоим берегам Невы, столкнутся в сражении На юге билось сердце власти, в то время как на севере жили рабочие Революция началась с хлеба Провизии в Петрограде осталось лишь на 10 дней Стали вводить хлебные карточки Петроград, 20 февраля Лучше не стало Этим морозным утром мой повар стоял в очереди 4 часа, чтобы получить две буханки Из-за тяжелого транспортного кризиса городу не хватает угля Оборонные заводы сокращают производство и закрываются Пороховую бочку поджег именно страх за будущее Товарищи, если мы не получим свою буханку хлеба, при необходимости мы решим эту проблему силой Волнения нарастали И вскоре охватили весь район Серые толпы устремились к сердцу города, требуя принять срочные меры Все ждали реакции царя Но он находился в Могилеве Более чем в 700 километрах от столицы Николай II приехал руководить войсками Надеясь вдохновить солдат Он все еще верил, что война заставит народ объединиться под знаменем царя Но на деле она лишь усиливала напряжение и гнев Однако императрица Александра Федоровна то и дело отправляла мужу обнадеживающие письма Волнения ее нисколько не беспокоили Но недовольство в столице продолжало расти Чтобы обуздать народ, власти развели мосты через него Рабочие районы оказались отрезаны от центра города Но кое-чего власти не учли В это время года Нева замерзает В Международный женский день Тысячи жен, матерей и дочерей Пересекли реку по льду И прошли по буржуазным кварталам На следующий день, 24 февраля, демонстрантов стало еще больше Заводы бастовали Более двухсот тысяч человек вышло на улицы Протесты приобретали политический характер Сотни групп собираются вместе Устраивают митинги У вокзала выступают ораторы Они кричат «Долой правительство!» «Долой войну!» И даже «Долой царя!» В любой миг ситуация может стать очень серьезной Начиналась революция Вдали от Петрограда В ставке верховного главнокомандующего Николаю II пришло разгневанное письмо от царицы Какое ужасное время мы теперь переживаем Девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба Просто для того, чтобы создать возбуждение И рабочие, которые мешают другим работать Бог послал тебе воистину страшно тяжелый крест Будь тверд Покажи хозяйскую руку Именно это нужно русским Дай им иногда почувствовать твой кулак Царь намеревался разрешить проблему, не возвращаясь Содержание его телеграммы было категорическим Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки Полицейский и армия начали разгонять демонстрантов Но те отказывались уходить Солдаты открыли огонь Толпа разбежалась в панике Было много раненых и убитых Вскоре центр города походил на военный лагерь в осаде Той ночью обстановка в казармах Петрограда накалилась до предела Большинство солдат были мелкими крестьянами или рабочими, которых заставили воевать за царя Отказываясь стрелять в своих соотечественников, солдаты один за другим примыкали к мятежникам Вдали от происходящих событий царь не обращал внимания на тревожные телеграммы, приходившие в его генштаб Утром 27 февраля французский журналист продолжал следить за тем, что творилось на улицах Выстрелы не умолкают Солдаты палят в воздух Они идут к близлежащему арсеналу, я следую за ними Началась осада Они раздают оружие рабочим Революционеры получили около 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов В тот же день Николай II наконец решил вернуться в столицу Намереваясь успокоить народные волнения Но императорскому поезду не удавалось проехать Работники железной дороги раз за разом перенаправляли его Якобы из-за обвалившихся мостов и испорченных путей Тем временем в Петрограде власть Николая II уже рушилась Государственная дума, заседавшая в роскошном Таврическом дворце, перестала подчиняться царю В ходе чрезвычайной сессии дума решила перейти на самоуправление А в соседнем зале рабочие солдаты сформировали свой орган власти В качестве экстренной меры они избрали 600 депутатов Создав Петроградский совет Тем вечером, на волне энтузиазма, революционеры предопределили свою судьбу 28 февраля Толпа у Таврического дворца столь плотная, что мне почти не протиснется Я в сердце русской революции Повсюду вооруженные солдаты и редкие гражданские Один из них сказал мне Смотри, чего мы добились за один день Всех охватила безмерная радость Царь лишился всяческой поддержки Он все еще находился в своем поезде посреди степей Хуже того, генштаб понимал, что пути назад уже нет И призывал царя отречься от престола ради будущего России Не имея иного выхода, Николай II был вынужден согласиться Революционеры торжествовали Воля народа сотворила историю Для Льва Троцкого, остававшегося в Нью-Йорке, революция означала амнистию Он с огромным энтузиазмом отправился домой Однако возвращение в Европу, раздираемую войной, займет больше времени, чем ожидалось А Ленин, как обычно прогуливавшийся вдоль Цурихского озера Воскликнул, узнав о революции Это поразительно, неожиданно, невероятно Он был уверен, что революция еще продолжится И решил вернуться домой любой ценой Но что ждало его в России? Пока что Петроград оплакивал павших Жертв февраля похоронили в сердце столицы Миллион жителей провожал их в последний путь В первый для Новой России нерабочий день Все участники революции пришли на похороны Консерваторы и социалисты Аристократы и простолюдины Все приложили руку к свержению режима, считавшего себя вечным Но страной нужно было управлять В Таврическом дворце столкнулись два видения будущего Члены Государственной Думы видели Россию капиталистической и либеральной страной Однако у Петроградского совета, созданного в ходе революции, было иное мнение Большинство депутатов были социалистами И они стремились к справедливости и всеобщему равенству После долгих переговоров стороны согласились сформировать временное правительство с либеральным большинством Александр Керенский, умеренный социалист, добился этого компромисса Революционеры назначили его министром юстиции и своим лидером И амбиции у него было предостаточно Главная цель правительства была простой Подарить стране свободу Первый декрет не заставил себя ждать Отмена телесных наказаний в армии вернула солдатам достоинство Солдат становится гражданином и перестает быть рабом Военные на фронте праздновали получение новых прав Всего за несколько недель было проведено множество преобразований Они оставляли старые порядки в прошлом Вводилась свобода собраний, свобода самовыражения, свобода печати, общая амнистия, отмена смертной казни, всеобщее избирательное право Повсюду создавались советы В каждом российском городе был свой совет В который люди могли прийти с жалобами и требованиями Страна мечтала стать самой свободной в мире Множество угнетаемых народов, входивших в состав империи, требовали автономии Крестьяне радовались революции и рассчитывали, что каждый получит достаточно земли, чтобы накормить свои семьи Рабочему классу также обещали хорошую жизнь Скоро им будут платить достойную зарплату Восьмичасовой рабочий день станет обязательным И занятость будет гарантирована Весной 1917 года повсюду пестрели знамена Да здравствует Демократическая Республика За мир, земля и воля Надежды были безграничными В конце марта Цюрих покинул поезд с судьбоносной фигурой На нем ехал Ленин Он был большим противником империалистической войны, истреблявшей мировой пролетариат Изгнание лишь убедило его в собственной правоте Закалило терпение И предало решительности Наконец, настал его час Вчера знаменитый Ленин приехал в Петроград Он самый яркий представитель красных Ленин хочет мира Незамедлительно На любых условиях Он вернулся в Россию ради этой идеи На следующий же день Ленин выступил перед Советом Он являлся весьма уважаемой фигурой Но его партия, большевики, находились в меньшинстве В двухмиллионном Петрограде не было и пяти тысяч активных сторонников Его лозунги прогремели как гром Долой войну Это война капиталистов Долой временное правительство Это буржуазное правительство Вся власть Советом То есть народу Все в зале застыли в изумлении Включая сторонников Ленина Он был один И на то имелась причина Его дерзкие убеждения пугали людей Члены Петросовета намеревались Реализовать демократические реформы Разработанные совместно с либералами И они хотели продолжать войну Но не любой ценой Петросовет планировал вынудить правительство Пересмотреть договоренности между царем и союзниками Чтобы в них учитывалось право народов на самоопределение Последовавший кризис Привел к формированию нового правительства Теперь Россия руководила Коалиционное правительство социалистов и либералов Амбициозный Керенский Был назначен военным и морским министром Чтобы успокоить союзников Он решил пойти на риск Генштаб сомневался в Керенском И он приказал начать наступление на позиции Германии 18 июня российская армия перешла в наступление Но энтузиазм вскоре угас Российская армия была унижена Полный разгром парализовал правительство Беспомощные министры не проводили реформ И разбирались лишь со срочными проблемами Население томилось в ожидании Долгожданная революция не спешила сдерживать обещания Петроград взбунтовался Группы с разными убеждениями выражали свое мнение по всему городу На Невском проспекте анархисты призывали людей грабить банки В стороне украинские националисты требовали независимости А в колыбели февральской революции На выборгской стороне рабочие, добившиеся восьмичасового рабочего дня Теперь требовали позволить им самим заниматься набором и увольнением Тем временем, у штаба большевиков, превращенного в настоящую крепость Ленин неустанно склонял народ на свою сторону Вопреки всеобщим ожиданиям, он и не собирался сдаваться Буржуазная революция оказалась в тупике Народные волнения позволили Ленину сделать следующий ход После многочисленных инцидентов Троцкому удалось сбежать от властей союзников Те очень не хотели, чтобы известный пацифист вернулся в Россию Практически сразу после прибытия Троцкий примкнул к большевикам Троцкий стал правой рукой Ленина и его незаменимым единомышленником Вместо того, чтобы соперничать с ним День за днем небольшая партия набирала сторонников О чем неустанно писала их собственная газета «Правда» Идеи большевиков приживались и на фронте «Правда» нашла новый способ добиться столь желанного мира Братание российских солдат с немецкими Бросьте свои окопы и идите к вражеским Зачем нам сражаться? Война и так затянулась Давайте обнимемся Мы же братья Выпьем бренди и поговорим о мире Трогательный и постыдный спектакль На который большевики приглашают всех Правительство попыталось остановить подрывную деятельность на фронте Но оно совершило огромную ошибку В начале июля первому пулеметному полку Союзникам большевиков приказали отправиться на войну Они были героями февральской революции Которым гарантировали, что в бой их больше не бросят Полк отказался повиноваться приказу И пригрозил свергнуть правительство Петроград вновь охватывали февральские настроения К тысячам вооруженных солдат примкнули рабочие из заводов Они были готовы сражаться Спустя несколько месяцев недовольства Все готовились к новой революции Одно слово Ленина И правительство будет свержено Но вопреки всем ожиданиям Ленин призывал сдерживаться Он говорил соратникам Если мы сможем сейчас взять власть Наивно думать, что мы сумеем ее удержать Нам нельзя спешить Время на нашей стороне Недоумевавшие демонстранты Расходились по центру города На Невском проспекте Правительственные войска Открыли огонь с крыш Что привело к панике Власти выстояли И принялись искать зачинщиков Активных большевиков арестовали Партия потеряла лидеров Троцкого заключили в Петропавловской крепости Ленин, обвинявшийся в государственной измене Сумел замаскироваться и сбежать в Финляндию Он провел в России всего три месяца И вновь стал изгнанником Беспорядки позволили Керенскому возглавить новое правительство Народ все еще поддерживал его Но теперь социалисту Керенскому приходилось учитывать требования либералов Он был обязан восстановить порядок Любой ценой Чтобы выполнить требования Он прибегнул к авторитарным мерам На фронте вновь ввели смертную казнь для дезертиров На солдатские комитеты были наложены ограничения Однако властям не удавалось следить за исполнением новых приказов С июля по октябрь Более двух миллионов голодных, уставших от боев солдат дезертировали Российские солдаты покидали фронты по другой причине По всей стране ходили слухи, что правительство вот-вот начнет раздавать землю Крестьяне со всей империи, поступившие на службу, боялись не успеть в родную деревню и пропустить раздачу Однако обещания об аграрной реформе так и не выполнялись Тогда крестьяне решили ввести ее сами Своим способом Одни присваивали себе скот Другие отказывались отдавать урожай Крупные поместья грабили все чаще Революция оборачивалась анархией Вдали от Петрограда в Москве также закипало недовольство Деловое сообщество, промышленники, крупные землевладельцы и союз офицеров Решили, что революция зашла слишком далеко И с ней пора покончить В конце августа к этому приступил видный военачальник Лавр Корнилов Сторонник строгой дисциплины, командовавший войсками железной рукой Он расстреливал дезертиров и разгонял солдатские комитеты Он намеревался восстановить порядок И, как выражался сам генерал, спасти Россию Над страной нависла тень военной диктатуры Корнилов отправил своих казаков к столице Осознавая всю опасность, Керенский лишил генерала должностей Чтобы удержаться у власти, он обратился за помощью ко всем участникам революции Включая бывших противников, большевиков Выйдя из тюрем, большевики начали подпольную работу Железнодорожники перенаправляли поезда и разбирали рельсы Телефонисты не давали поддерживать связь Войска в Петрограде занимали оборонительные позиции Но бой так и не состоялся Солдаты Корнилова отказались стрелять в соотечественников и сложили оружие Всего за несколько дней Корниловское выступление сошло на нет Контрреволюция изжила себя К концу 1917 года в России наступил упадок Экономика практически замерла Что осталось от февральских надежд? Все вокруг обескуражены Как много было надежд на свободу И тем глубже оказалось разочарование от того, что нынешние власти не способны управлять страной Восемь месяцев революции разорили Россию Отчаяние среди населения достигло новых вершин Но новая революция уже близилась В октябре Ленина все еще разыскивали власти Однако он тайно вернулся в Петроград На счету у него был каждый час Пришло время действовать К тому моменту Троцкий стал председателем Петроградского совета Керенский пытался возродить демократические преобразования Было созвано заседание для подготовки к выборам На нем присутствовали представители всех февральских революционеров Однако на первой же встрече Троцкий, представитель делегации большевиков Отказался принимать участие в обсуждениях и покинул собрание Троцкий отделился от остальных социалистов Все чувствуют и знают, что за ним стоит Ленин Все слышали, что Ленин вернулся в Петроград Ведь он практически не скрывается С чего ему бояться Керенского? Ленин и Троцкий понимают, что их противники беспомощны Все их собрания, предпарламенты Бесконечная болтовня в коридорах, где творится новая демократия Все это бесполезно Солдатам, уставшим от войны, большевики предложили мир Голодающим крестьянам сулили землю А пролетариату пообещали, что рабочие будут сами руководить промышленностью Отныне обещания большевиков всегда будут соответствовать желаниям народа Но как им захватить власть? Ленин организовал тайную встречу руководства большевистской партии Он увидел большинство из них начать вооруженное восстание Но времени оставалось мало В конце октября в Петрограде должен был состояться Всероссийский съезд Советов Ленин не желал, чтобы другие социалистические партии участвовали в управлении страной Ждать формального большинства у большевиков наивно Ни одна революция этого не ждет История не простит нам, если мы не возьмем власти теперь В середине октября, несмотря на морозный северный ветер На Невском проспекте толпились люди Они суетились И не обращали внимания на небольшие группы рабочих, солдат и моряков Те уже несколько дней занимались разведкой Никто не подозревал, что они репетировали тщательно подготовленный план Большевики не собирались начинать народный бунт Они проводили военную операцию План Троцкого полностью зависел от скорости его осуществления Большевики должны занять стратегически важные места в столице И таким образом захватить власть в стране 24 октября 1917 года большевики перешли к действию Каждая группа знала свою цель В условленное время началось нападение Почта, телефон, телеграф, банки, вокзалы и электростанции Одна за другой все цели были захвачены Никто в Петрограде не понимал, что было на кону Даже Клод Анне 11 вечера В городе царит тишина Никому не представить себе петроградской тишины Она могильная Осязаемая И тревожная Рано или поздно Она начинает бить по ушам План Троцкого был исполнен в обстановке строгой секретности Без насилия Столица оказалась в руках большевиков Керенский проиграл На следующий день Замаскировавшись под сербского офицера Он покинул Петроград на машине дипломата На другом конце города Начался Всероссийский съезд Советов Большинство делегатов Социалисты, эсеры, меньшевики И рабочая партия Осудила переворот Они немедленно покинули зал Оставшиеся члены Приняли декрет об учреждении нового правительства Совета народных комиссаров Его председателем стал Ленин В такой стране начать революцию было легко Это значило перышко поднять Великий день И я был там Из всех сюрпризов революции Он стал самым неожиданным Вот что я видел На углу умойки мимо меня прошли солдаты Они маршировали идеальным строем Как при старой власти Все спокойны Ни единого выстрела Солдаты и моряки меня арестовали Они из военно-революционных комитетов Троцкого Они стали хозяевами города И ввели порядок, которого я не наблюдал С начала революции Он напоминает мне о временах царского самодержавия Оставаться в Петрограде слишком рискованно Для меня нет ничего дороже свободы Я уезжаю В октябре 17-го года Партия, пришедшая к власти Выражала волю народа В Петрограде создавали новый мир Пролетариат всего света торжествовал Все мечтали сбросить оковы Здесь зарождался исполин Намеревавшийся зажечь пламя революции В остальных странах Оно уже пылало на востоке Бросая свет надежды всему человечеству Но многим было суждено сгореть в этом огне Программа озвучена на студии Велес Текст читал Станислав Войнич